Тема урока «Публичная речь». Цель нашего занятия – изучить особенности публичной речи, выделить основные условия, от которых зависит выразительность речи человека, выступающего перед большой аудиторией, воспитать навыки публичного выступления. Речь разных людей по степени воздействия на наше сознание не одинаково. Два выступления разных ораторов на одну и ту же тему могут оказать на человека совершенно противоположное действие, зависящее от многих факторов. Публичная речь – это речь, рассчитанная на публику, на определенную группу или массу людей. Это речь лектора в большой аудитории, митинговая речь на площади, доклад на научной конференции. Деятельность людей, профессии которых тесно связаны с постоянным выступлением перед публикой, немыслима без основательных знаний, принципов и правил ораторского искусства. К числу таких людей, для которых публичная речь – главнейшее оружие, относятся политики, профессора, преподаватели, прокуроры, адвокаты. Овладев ораторским искусством, люди начинают понимать всю прелесть и красоту русского языка. Можно обратиться ко всем со своеобразным призывом, сказанным Антоном Павловичем Чеховым. Учитесь владеть языком, настоящие и будущие ораторы. Язык – ваша база и ваше профессиональное оружие. Умение точно, ярко и выразительно доносить до большого круга людей свои мысли – одна из актуальнейших проблем нашего общества. Научные исследования показывают, что у 80% взрослых граждан России остро стоит вопрос совершенствования выразительности своей речи. Качественная публичная речь – это своеобразное произведение искусства, которое воздействует одновременно и на чувства, и на сознание человека. Важнейшим условием ораторского искусства является умение пользоваться образами и картинами. Без этого речь всегда бледна и скучна, а главное – не способна воздействовать на чувства человека и через них на разум. Хорошее выступление – выступление цельное и в ритмико-интонационном отношении. Но и внутри этого единого ритмико-интонационного целого должно быть разнообразие, увеличение или замедление темпа, повышение или понижение тембра голоса, поскольку монотонность притупляет внимание, а однообразие ритма и интонации отрицательно сказывается на восприятии. Выступление перед большой аудиторией должно быть логично построено. Оратор не имеет права нарушать этические нормы речевого поведения, принятые в данном коллективе. А использование выразительных средств украшает публичную речь, усиливает ее воздействие на слушателей, помогает более точно и ярко выразить авторское отношение к поставленной проблеме. Можно выделить основные условия, от которых зависит выразительность публичной речи человека. Первое условие – точное знание предмета, о котором говоришь, и в то же время самостоятельность мышления автора речи. Чтобы речь была точной, необходимо постоянно расширять свой кругозор, стремиться стать эрудированным человеком. Второе условие – неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет. Выступление оратора должно быть понятным и доступным, учитывать особенности той публики, перед которой он держит слово. При этом выступающему необходимо устранить из своей речи прежде всего незнакомые, малопонятные слова, а также громоздкие термины, или заменить их синонимами. Третье условие – хорошее знание языка, его выразительных средств и возможностей. Эмоциональность и яркость речи могут усиливать единицы речи всех уровней, начиная со звуков и заканчивая синтаксисом и стилями. Это и звукозапись, которой иногда прибегают поэты, ассонансы и алитерации, скандирование речи. Изобразительно-выразительные средства языка – метафора, олицетворение, эпитет, сравнение, гипербола – оказывают очень большое влияние на восприятие речи. Не случайно так велико их место в речи художественной и публицистической. Четвертое условие – хорошее знание свойств и особенностей языковых стилей, так как каждый из них налагает свой отпечаток на отдельные группы и средства языка. Например, использование канцеляризмов, штампов и шаблонов крайне неуместно в текстах такого книжного стиля, как художественный и даже разговорный. Пятое условие – систематическая и осознанная тренировка речевых навыков. Нужно учиться контролировать свою речь, замечать, что в ней выразительно, а что шаблонно и серо. Навык самоконтроля необходим любому человеку, если он хочет постепенно улучшать свою речь. Следить за чистотой речи – еще одно условие качественной публичной речи. К сожалению, многие вставляют в свою речь слова-паразиты, любимые словечки. Так сказать, значит, вот, собственно говоря, видите ли, понятно, да, так, понимаете. Обилие подобных слов производит крайне неприятное впечатление. Не следует смешивать понятия публичные и публицистические. Так, речь на митинге, если в ней ставятся общественно значимые проблемы, одновременно может характеризоваться как речь публичная и публицистическая. А выступающий с научным докладом, если его задача – донести до слушателей результаты исследований, пользуется научным стилем языка. Таким образом, умение выразить свои мысли не только четко и ясно, но и грамотно и доходчиво донести их до аудитории, воздействуя на слушателей – своеобразная характеристика профессиональной пригодности людей самых различных специальностей – дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, журналистов. Выразительно может говорить человек, обладающий следующими качествами – самостоятельностью мышления, неравнодушием, хорошим знанием языка, его выразительных возможностей, знанием свойств и особенностей языковых стилей, систематической и осознанной тренировкой речевых навыков. Субтитры создавал DimaTorzok